Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, за сколько лет у меня набрать деньги у родителей, если более несложно работать. На мой взгляд вопрос здесь поставлен некорректно, почему, потому что если вы больны, то какая разница, это как, до скольки лет, но если вы болеете, если вы болеете, то вы будете брать деньги только сколько вы болеете, что на мой взгляд в принципе логично, мне по крайней мере так кажется, вот и напротив, если вы выздоровеете, то по идее деньги выбрать так же, в принципе перестанется, возможно, а возможно и нет. Если вам комфортно, если вам удобно, то почему нет. То есть это вопрос такой, скорее знаете, этического характера на самом деле. то есть если вам нормально, вот, если вы не чувствуете там, не знаю, каких-то противоречий, скажем так, беря деньги у родителей, вот, если вы не чувствуете никаких противоречий, то все нормально, если родителям нормально, вам нормально, если вас все устраивает, то какие проблемы. Ну, да, можно, конечно, в этом смысле сказать, что вас это делают как-то вот, ну, не самостоятельным, да, можно сказать, что вы, ну, как-то вот привыкаете, да, к такой вот ситуации, да, если вдруг, там, что-то случится, да, то вы, там, не сможете, ну, не сможете как бы сами себя обеспечить, к примеру. Да, это все есть момент, но вы же болеете, вот, и это очень такой, на мой взгляд, важный момент, вот, другое дело, другое дело и другой момент, заключается в том, а не используете ли вы, там, свою болезнь, да, как-то вот, чтобы, там, чего-то избегать, вот. Ну, например, чтобы избегать, там, допустим, какой-то ответственности, да, чтобы избегать, каких-то вот важных моментов в своей жизни, например, принятие решений, вот. То есть, нет ли у вас какой-то выгоды, стремитесь ли вы в своей, допустим, болезни, что-то делать все равно, вот, несмотря на то, что вы болеете. Если да, то родители могут вам помогать, коль у них есть такая возможность. Но если вы не делаете ничего, то вы просто себе вредите, потому что любая помощь, она не бывает, скажем так, она не бывает бесконечной. То есть, у нее рано или поздно заканчивается период действия, и вы оказываетесь перед необходимостью самому что-то делать. И, наверное, 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 я подчеркиваю, для вас было бы хорошо, если бы вы начали, там, как-то вот, полагаться на, себя до тех пор, точнее, до того, как произойдет что-то плохое, и вы лишитесь помощи. Наверное, для вас было бы хорошо, если бы вы учились полагаться на себя, будучи в ситуации, когда есть возможность воспользоваться помощью, поддержкой. Вот, чтобы у вас была, ну, некая такая, побылочка, если хотите, безопасности, где вы могли бы как-то, ну, о себе позаботиться. Потому что, если вы просто, вот, после того, как помощь перестанет поступать, да, если вы, вот в этой ситуации окажетесь сразу, жестко, перед необходимостью делать что-то, вот, то, на мой взгляд, ну, вам это, это, как бы, будет очень стрессово. Очень важным моментом, пожалуй, является то, как вы сами относитесь к, ну, к своей болезни. То есть, именно, как вы сами это видите, то есть, ну, стыдитесь вы, например, своего, ну, своего заболевания, да, или нет, принимаете вы его или нет. Вот, эти все моменты очень важны, потому что, если вы не принимаете свои какие-то состояния, да, вот, то, опять же, обращение к помощи людей других может быть, как раз таки следствием этого самого избегания, и по итогу ничего хорошего для вас здесь быть не может. Вот, поэтому я бы предлагал в этом вопросе исходить из какого-то понимания гуманности, из какого-то понимания заботы о себе, из какой-то бережности, и в то же время из контекста взаимодействия с вашими близкими, вот, и, вот, исходя из характера отношений с ними. Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответованию, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.